МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конституционер заслушал доклады по этой непростой теме. Подводных камней масса. Ресурсники всей страны давно живут, затаив дыхание, но не желая поступиться ни рублем. Контрольно-надзорные органы не округляют, они считают точно. В реальности мы имеем проблему. То есть о чем мы хотим говорить? О том, что и надзор, и контроль в настоящий момент недостаточно эффективен. То есть в настоящий момент контрольное управление Министерства президента отрабатывает получение президента еще одно по сфере водоснабжения. И я так полагаю, что в ближайшее время эту информацию запросит в том числе и в нашем регионе. Коммунальный бардак, который долгое время царил в России, привел к тому, что сегодня определиться с ценой за ресурс очень сложно. Кто должен платить за магистральную трубу, провод, за сети внутри дома? А за трубу, что идет от магистрали до дома? Сколько стоит транспортировать ресурс по старой и по новой трубе? Возможно ли установить новые коммуникации? И кто оплатит работы? Не станет ли это непосильным платежом для потребителей? В этих и многих других непростых вопросах разбираются давно, а с недавнего времени и на самом высоком уровне. Понимаем, что она такая достаточно основная, надо заниматься. Связана с большим количеством принятых решений, количеством промышленных, бизнес-предприятий, населения. Поэтому мы получили соответствующий суток поддержки от древних органов. В работу включены все ведомства и профильные некоммерческие организации. Результатом должно стать установление таких цен и разграничение ответственности за коммуникации. Причем, как настаивают в правительстве России, сделать это нужно быстро. Эффективность прежде всего. Жителям комфорт, коммунальщикам выгода. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова